Если с экономикой будет непорядок, то что говорить об остальных сферах? Ежемесячную планерку губернатор начинает с вопроса о наполняемости краевого бюджета. За три месяца рост поступлений в краевую казну увеличился на 4%. В абсолютных цифрах бюджет получил 32 миллиарда рублей. По словам заместителя главы региона Игоря Галася, ситуацию с доходами удалось стабилизировать, а за счет оптимизации расходов по госпрограммам получилось сэкономить 2 миллиарда рублей. Достаточно позитивное поступление доходов в краевой бюджет позволило нам значительно погасить кредиторскую задолженность, имеющуюся на 1 января 2016 года. И 6,5 миллиардов, по нашей оценке, 4,5 миллиарда погашено. Ну а оставшуюся часть мы в ближайшее время планируем погасить. Основные поступления в бюджет – это налоги. Но, к сожалению, их собираемость периодически хромает, замечает Венемин Кондратьев. Отсюда и дыры в казне. Во многом проблема в отсутствии взаимодействия между ведомствами на местах. Система мотивации, по мнению губернатора, в этом случае пошла бы на пользу. Край должен помогать тем, кто хорошо выполняет свою работу. Надо подойти все-таки дифференцированно. Там, где идет переуполнение, вы адекватно реагируете на просьбы вот этих муниципальных образований. То есть они не могут испытывать дефицит на реализацию своих определенных программ, задач и тому подобное. То есть вот здесь в ручном режиме. А те, которые не дорабатывают, то это как поговорки. Особенно руководители местного уровня, все при том, что они заработают, то они и полопают. Вот именно так должно быть. Потому что одни, которые впереди идут, на самом деле, и те, которые где-то плетутся, они не могут быть на одной площадке. Абсолютно не могут быть. Поэтому здесь в ручном режиме. Кто дает плюс, большой плюс, конечно, и к ним с плюсом относитесь, к этим муниципальным образованием. Делать экономику эффективной Вениамин Кондратьев предложил и казакам. Они не должны быть бременем. Если дать им возможность, уверен глава региона, они смогут сами зарабатывать и при этом приносить налоги в бюджет. Для этого губернатор попросил глав районов по возможности выделять земельные участки для казачьих обществ. Тем более, что с февраля по закону казаки могут арендовать землю без торгов. Давайте дадим все-таки возможность казачеству быть экономически самостоятельным. Давайте их сделаем объектами экономического оборота. Попытаемся. И объектами предпринимательской деятельности в том числе. То есть дадим возможность им, чтобы они экономически тоже становились сильнее и сильнее. То, что они сами себя поддерживают, это 100%. 100%. И вокруг себя людям помогут. Безусловно, выделение земельных участков должно предусматривать недопущение передачи в субаренду, чтобы казаки сами ее обрабатывали. Это очень и очень важно. В конце большой планерки губернатор подвел промежуточные итоги всекубанского субботника. Два месяца в край идет генеральная уборка. К 1 мая все города и районы должны быть готовы к праздникам и началу туристического потока в регион. Поэтому к субботникам стоит отнестись серьезно, обратил внимание глав районов Вениамин Кондратьев. В этом году определят лучших и худших всекубанской уборки. Существует комиссия, министерство, которое выезжает по окончанию срока проведения всех мероприятий. Хорошо, давайте так договоримся. Вот есть первые места, допустим, я согласен. А вот с вами поедем в последние места. И посмотрим, почему так. От кого зависит? От главы? От людей? От кого? Качество уборки и чистота на территории зависит от уровня организации. Есть муниципальное образование и территории, где исторически администрациями сельских поселений, городских округов, районах объявляются субботники, и люди выходят на них. И администрации районов контролируют наведение санитарного порядка на прилегающих территориях. Я смотрю на неких глав, они сядут, улыбаются. Знаете, давайте так, вот четко смотреть. Если он порядок не может на прилегающей территории навести, на веренной ему просто территории, то ни в какой экономике, ни в каком вообще укладе жизни района он тем более не наведет. Это 100%. В современном мире сложно говорить о традиции проведения субботников, но, судя по цифрам, эффективность свою они не потеряли. Только за месяц генуборки на Кубани избавились от 2000 стихийных свалок и почистили от мусора почти 4 миллиона квадратных метров парков, скверов и кладбищ. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.